То, что я вижу по Херсонщине, то Россия сейчас несёт тотальный грабёж. Тотальный грабёж абсолютно во всём. Они перераспределяют предприятия, они сейчас, как называют это, они национализируют государственную собственность. По сути, те предатели, те гауляйтеры, которые на сегодняшний день есть в Херсонской области, они это перераспределяют между собой, воруют бизнесменов, заставляя переписывать их имущество, обворовывают сельхозтоваропроизводителей. И это происходит повсеместно по Херсонской области. Это такой своего рода порядок Российской Федерации и россиян, который они внедряют. А с тем, кто не согласен, они просто незаконно задерживают, кидают в подвалы и там пытают. И вот сейчас так живёт Херсонщина. К большому сожалению, это боль, это страдания людей. А то, к чему довели на сегодняшний день в гуманитарной сфере людей, и то, к чему довели людей, не имея возможности купить продуктов, потому что блокируется и интернет, и блокируется возможность получения денег с карточки, хотя Украина и обеспечает сейчас всех и пенсионеров, и учителей, и всю социальную сферу заработными платами. Но оккупант всячески блокирует возможность получения этих денег. Хотя Ощадбанк там ввёл новую систему через Вайбер, и слава богу, хоть пока эта система работает для получения и расчёта в гривнях как раз. Но, тем не менее, в эту же очередь оккупант не проводит никаких действий. Они это сделали специально и абсолютно намеренно для того, чтобы довести людей до нищеты и голода. А потом говорить, вы можете получить российский паспорт, а вместе с паспортом, как только вы напишите заявление на получение российского паспорта, то вместе с этим вы получите работу. И они говорят, как только вы получаете паспорт, через неделю у вас будет официальная работа, где вы будете официально получать зарплату в рублях. Да, это небольшие зарплаты, они там предлагают в среднем 10-15 тысяч рублей. Это меньше, чем когда получали люди в свободной и независимой Херсонщине подконтрольной Украины. Но доведя ситуацию до нищеты, люди просто не могут других средств к существованию иметь. Поэтому сейчас наша основная задача, и мы обеспечиваем её, это как раз обеспечить всех тех людей, которые получали заработные платы, обеспечить возможностью и деньгами к существованию. А ещё они выбивают так называемое заявление на российский паспорт, пытая людей в подвалах после незаконного задерживания. И они просто заставляют подписывать эти бумаги. А потом рассказывают, что у них то 6 тысяч есть заявлений, то 9 тысяч заявлений. Эти заявления выбиты под пытками и не более того. Херсонщина сейчас превратилась, знаете, вот в такой голодный кризисный регион, несмотря на то, что это была житница Украины, несмотря на то, что это был там, кормили овощами всю Украину, Херсонщина. То сегодня, вот благодаря вот этим овощам, ещё как-то живут люди. Потому что фермера помогают людям, фермера дают бесплатную возможность по мере себестоимости эту продукцию распространять и продавать. То есть вот так пока живёт Херсонщина. Как она будет жить осенью в условиях оккупации, я себе не представляю. Но я верю, что мы освободим до осени Херсонщину. Продолжение следует...